всем привет вы на юмористическом канале снова со мной сегодня у нас 16 сентября решил записать ролик небольшой для поддержания интереса к моему каналу надеюсь он есть для своих так сказать преданных самых преданных подписчиков чем сегодня 16 сентября погода у нас шикарно замечательно температура воздуха порядка 25 27 градусов вода уже остыла градусов до 19 что по рыбалке в первую очередь рыбалка есть ловится практически все в основном бель сейчас активно кормится на красного червя там на дандробену на зеленого червя клюет с карась тарань вобла сазанчик принципе все подряд привет сомик ловится очень много мелкого сама в этом году в астрахани очень много это конечно не может не радовать потому что когда-нибудь он все-таки надеюсь вырастет слиму дадут вырасти браконьеры и наши водные ресурсы ну и немножко расстраивает то что хочется трофейного сама ну или там хотя бы нормального размера но его пока очень тяжело поймать потому что мелкий сон нападает тут же на любую наживку вот это по рыбалке походе у нас открытие 25 сентября еду едем мы своей компании на западно подстепный меня в ту зону почему в ту потому что в это время в начале охотничьего сезона конце сентября дичь еще как толком не оперилась не перелиняла у нее пенек так называемый торчит из кожи из тел его неприятно выдергивать плохо получается она щипится перо и остаются эти пеньки их потом с ними есть но не очень приятно еще птицы не набрала как следует жирок соответственно не обладает такими гастрономическими качествами как в конце осени туда попозже ну и соответственно что-то очень сильно стараться на охотить в начале сезона не стоит нужно просто при приобщиться к ремеслу подержать в руках ружье отпраздновать это дело хорошенечко если получится я запишу как делаем мы как мы открываемся а там посмотрим что из этого выйдет будет здесь будем стрелять не будет не расстроимся ничего страшно не выхожу на рыбалку не выезжаю сейчас практически потому что подготовка идет полным ходом к рыболовно-охотничьему сезону предстоит очень много поездок вылазок совместных соответственно и одиночных снимая теперь решил только когда один ты даже если я буду большой компании и там стану например в колку в отдельную один на охоте я включу камеру с ребятами охота пообщаться отдохнуть я думаю меня все поймут снимать то как другие там не особо подбирают слова на камеру мне смотреть самому так неприятно думаю и вам тоже будем уважать друг друга в общем дела творятся метод интересные веселые обо всем рассказать сожалению не могу я думаю кто знает поймет что происходит что творится придет свое время все расскажу был у нас тут сильный сильный ливень очень печально все было с баркасом сейчас все покажу но но есть и также радостные нотки в моем баркасном деле водномоторном общем дошли у меня наконец-то руки покрасить как следует моего замечательного помощника вот мы старались как могли зачистили практически до металла до старой краски точно покрыли грунтом хорошенько все сразу немножко запачкался на крыши теперь выглядит вот так хотя бы я избавился от ржавчины считай уже огромное дело сделано но и подобрал такой цвет ему с пульверизатора сделали камышитовую расцветку пластиковые окна белые которые были все закатали в этот цвет осталось обновить номер медведя моего любимого мишка какой двери выглядят вот так теперь покрашены слились практически с кораблем ну и баркас там где эти фальшборта зеленый цвет немножко мазанули палубу веселенькие цвета такие вот теперь открытие должно пройти намного веселее чем чего хочу рассказать про баркас у меня само собой когда его покупал было немало с ним проблем потому что технику брал не новую и совершенно не знал не понимал что это за техника как с ней обращаться как она по воде на воде себя ведет не было опыта абсолютно вождение такой таких крупных катеров там более тонны весом вот сленобударки я раньше ездил там под 9 и 9 мотором ощутил все прелести и недостатки там из недостатков это брызги в лицо ветер холодная погода и уже не хочется никуда на ней не ехать не рыбачить не охотиться то вот в данном в катере я в абсолютно ничего не знал поэтому купил достаточно дешево лишь бы был на ходу лишь бы не тек и более-менее что было в нем место нормально по длине в длине длину он примерно по ватерлинии 10 10 половиной метров там настройки всякие сделаны после этого я поменял на нем двигателя поставил точно такой же 2 чс п 8 с половиной на 11 этот дак дизель это уникальный по своей сути двигатель они раньше применялись практически везде на всех судах в виде вспомогательных двигателей они были дизель генераторами в чем прелесть этого двигателя ну посудите сами то есть 12 лошадиных сил это максимально такая номинально 10 всего 10 12 лошадиных дизельных сил при весе в 260 килограмм вместе с маховиком вы можете себе представить 260 килограмм 10 лошадиных сил для примера я вам скажу 10 сильная yamaha 10 сильная yamaha даже 15 сильная yamaha бензиновый двигатель вместе с редуктором вместе с редуктором со всем обмундированием вот подвесной двигатель до весит 37 38 килограмм 15 лошадиных сил зачем тогда такой большой дизельный двигатель такой тяжелый наверно на харичный устаревший все дело в том что двигатель выполнен полностью из чугунин полностью в нем нет ни одного сальникового уплотнения ни одной резиночки все на втулках на бронзе и все остальное то есть надежность этого двигателя колоссальная перегреть его невозможно он просто если что-то проблемы с охлаждением он глохнет ждет когда он сам остынет не заводится ничего абсолютно невозможно с ним сделать пока он не остывает его заводишь едешь дальше ну то есть решать проблему с охлаждением там огромные плащины каналы забиться и практически нереально стоит помпа я сейчас ее покажу водонагнетатель внешний то есть уберет воду из речки и выкидывает обратно в теплую воду в речку забиться там практически нечему бывает кингстон попадает трава лед шуга все такое или там с помпы что-то какие-то проблемы ну там нагнетательный насос центробежный стоит просто на сам проблем не бывает и все и поехали дальше прошлый дух виды двигатель предыдущий у меня тонул зато то есть тонул вместе с кормовой частью катера замерзал то есть потом размораживался и откачал воду откачал двигатель слил с картера ведром ведро воды вместо масла залил масло через полчаса его завел и поехал благополучно в поход 10 12 есть и 12 часовой это просто невероятно это надо через это пройти когда и понять что значит надежность двигателя фас на катере в судне второй момент это действительно момент это крутящий момент то есть 10 лошадиных сил с крутящим моментом цифру точно не помню но по 200 ньютонов на метр что это значит значит то что у него крутящий момент тот момент который передается на вал то есть непосредственно вращает винт винт тяжелый огромный для такого судна должен быть соответствующий винт там иначе маленький поставишь это будет просто вентилятор будет миксер никакого толка абсолютно не будет здесь огромный бронзовый винт это надо все вращать нужен хороший крутящий момент мощный и вот у него это у крутящего момента по 200 ньютонов на метр сравнимо со 100 сильным современным бензиновым двигателем и что в итоге мы получаем мы получаем супер надежный двигатель с высоким огромным крутящим моментом соответственно кпд и расходом топлива так как лошади не так уж много 2 литра в час 2 карл то есть если поставить сюда двигатель 15 20 30 40 50 лошадиных сил на этот катер 2 с половиной тонны плюс загрузка людьми в 6 человек 600 килограмм 300 плюс сбоку бударка плюс сверху вещи плюс собака что очень тяжелая собака у меня все знаете видели бензиновый двигатель может просто если он даже и выгребет это все то скорость абсолютно не изменится это будет водоизмещайка стандартного водоизмещения скоростью 10-50 силах наверное будет 17 километров в час 17 100 сил на него поставить он будет идти 20 километров в час но с расходом топлива считаем 4 на 10 40 литров в час то есть надо ли нам это 20 километров в час с расходом 40 литров в час либо я сейчас хожу с расходом 2 литра в час дизеля и скоростью 10 12 километров в час я думаю выбор очевиден вот поэтому ставятся такие архаичные двигатели вот поэтому здесь стоит 2 ч 4 4 тактный двигатель водяного охлаждения вот поэтому здесь такая история и все достаточно непросто тут как на машине ничего ребята не сделаешь не предусмотришь значит поехали дальше оставил я форточки открытые все бывает жизни бывает жизни не особо умные люди попадаются до оставил форточки открыт у нас ливанул ливень ивану ливень очень сильный был дождь просто стоял стеной на расстоянии вытянутой руки и было практически уже ничего не видно я приехал у меня весь флот мой все лодки были затоплены эта лодка была вообще полностью под водой кормовая часть то было наполовину затоплена у него до измечения большой соответственно здесь были форточки открыт в каюте здесь были открыты форточки и все ливанулась да именно поэтому сейчас здесь такой бардак все сушится просыхает все конечно я откачал но достаточно вот хорошо кстати ведет себя три в одном краска год назад покрашена по ржавчине может зачищена ржавчина покрашу все вот в таком состоянии все просыхает слабого водички уже нигде нет владе нигде нет все просыхает готовится к сезону вот бывает так до большие катера большие проблемы и хочу сказать очень интересную вещь которая произошла за это время пока ну с весны до осени так скажем с того момента когда я в первый раз снимал ролик про этот катер ходил на нем на день рождения сначала села на рыбалку произошел один замечательный момент по этому катеру электрика то есть нашел человека диман огромный тебе привет огромнейшее тебе спасибо настолько человек ответственно подошедшему к делу то есть стоит катер на берегу это надо за город ехать терять свое время работать с утра до вечера понятно было ему и всем что ну огромных денег он здесь не заработает потому что ну катер для рыбалки для охоты ну какие здесь особо большие затраты так все по холхозным но надо было отремонтировать электрику вплоть до того что поменять ее полностью то есть вытащить выдернуть все старые провода положить новый диман все это сделал каждый проводок с обеих сторон со стороны кнопки со стороны приборов и до двигателя или до подсветки до освещения все полностью пропаянно напаянно напаянно наконечники все протянуто все смазано везде стоит теперь как термоусадка все за изолировано свеч свеча накала с отсюда с панели приборов перенесена к двигателю то есть запускать двигатель и пользоваться электрооборудование на нем теперь стало ну реально от того что это делаешь но пользуешься электропроводкой этом двигатель теперь получаешь удовольствие они как раньше думаешь как не дай бог туда здесь загорится не дай бог что-то кратнет и не раз такое было и пожар на корабле это на самое страшное что может быть слава богу до этого не дошло и вот я сейчас вам покажу в общем после того как я откачал воду с катера там помпа работала на течение часа откачивала воду потом я баллоны которые у меня стоят для для осадки до для остойчивости судна стоят баллоны меня были полностью спущены потому что перепад температур был пришла к нам осень и их набивал компрессором обычным автомобильным тоже в течение получаса то и больше и до этого у меня аккумулятор уже давным-давно не заряжался и вы знаете как я весной заводил мучился этот двигатель и кто у меня был на рыбалке на хоть кто сама ездил знает что это такое удовольствие то еще удовольствие и вот сейчас посмотрим как он теперь отремонтированный проводки будет заводить диман сделал все что смог он поставил сюда новые клеем и новые бронепровода все на термоусадки здесь поставил включатель массы все положил в гофру поставил везде предохранители провода все нужного сечения все теперь на хомутиках подвязаны и так везде абсолютно везде если заглянуть туда везде так будет видно теперь мне остается просто включить массу посмотреть на напругу 12 вольт у нас есть есть все большего не требуется взять немножко нам газку поставить в нужное положение топливный насос нормальную подачу топлива идем теперь движку все автоматически у нас разгребается смотрите какая красота все в гофрах все аккуратненько все все как следует теперь смотрим сюда вот она стоит у нас помпа насос центробежный переменный привод на генератор на помпу вот она нас качает воду на двигатель здесь на стоит масляный нас масляный фильтр какой механический его по идее так крутишь нормально работала но я в общем беру этот плоскогубцы и ими чищу здесь у нас теперь релешки все как следует стоят прикручены провода все вот так вот красиво подключены кнопки к стартеру генератору все все вообще супер натяжку сделать сделано минимальное кто смеется там над тем как пляшет генератор натяжка сделано минимально специально для того чтобы не разбить втулки подшипники на генераторе на помпе и на двигателе была такая фишка я поначалу когда не знал натянул очень сильно ремень и максимально выставил ну ровно генератор и у меня рубила постоянно шпонку и приводной механизм там вот внутри вал этого шкива ведущего оказалось что это недопустимо просто пускай он болтается пускай весь генератор пляж вместе с двигателем но зато все будет работать все будет целом вот попробуем завести теперь его завожу следующим образом сначала мы просто запускаем двигатель чтобы заработал топливный насос и подал топлива в камеру сгорания чтобы они нас вообще как бы система наполнилась топливом то когда долго стоит он невозможно где-то завоздушилась где-то что-то куда-то слилось пробуем раз крутанули топливный насос крутанули топливный насос а теперь из-за того что тяжелый маховик весит он 57 килограмм я включаю декомпрессор то есть отключаю компрессию внутри двигателя для того чтобы двигатель хотя бы раскрутил 56 килограммовый маховик соответственно когда я потом включу компрессию этот маховик уже сам будет служить по типу стартера раскручивать двигатель поршня внутри двигатель запустится и соответственно перенес сюда вот где она и должна быть свечу накала перенес соответственно здесь теперь удобно у меня внизу декомпрессор здесь я сейчас включу свечу она рассказать раскалится и я подниму компрессию пробуем поехали а 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 давление масла потихонечку пошло, зарядочка в плюс пошла, у нас всего амперметр, ну пока еще не доделал амперметр, разберемся в чем причина почему запускаем двигатель от двигателя, почему я не перенес, не доделал так как задумывал предыдущий хозяин, не сделал запуск двигателя как в машине, вальяжно сел в кресло, включил стартер, свечи автоматические, завел и поехал ребята, это вода, вода не прощает элементарные техники безопасности, правил эксплуатации и всего остального если у двигателя вдруг будет разморожена помпа, будет какая-то течь, вы этого ничего не увидите, не почувствуете, двигатель заведется, вы поедете, через какое-то время обнаружите, что у вас полные трюмы воды вам одному это надо все включать, запускать помпу, бросать управление, причалить срочно к берегу, будет печально если вы, не дай бог, какая-то где-то искра, двигатель, соответственно, хоть и надежный, старый, но все бывает что-то где-то раскрутилось от вибрации, где-то пошла искра, рядом топливо, не дай бог, сами понимаете, что может произойти потом всякие мелкие вот эти вот вещи, ну, не то что мелкие, а просто когда ты двигатель поднимаешь, смотришь, наличие течи, наличие воды даже в моторном отсеке, масла, всего того ну, то есть элементарно ты полностью следишь за двигателем, то есть это практически основное запускаешь его, уверенный в том, что он будет работать дальше, в дальнейшем, ровно, спокойно, слаженно то есть, ну, я считаю, в такого типа катере, в таком судне необходимо запускать двигатель именно возле двигателя вы же даже на подвесном маленьком моторе не делаете выносное управление ну, ладно, не об этом речь, ну, в общем, здесь считаю, что лучше так, чем как-то по-другому также можно там не крутить его до посинения, да, а увидеть какую-то причину, проблему может быть, где-то шланг слетел, где-то топливо проливается, где-то завоздушено то есть, причин много, где-то, может быть, паук свел паутину в воздуховоде, в воздухозаборнике это все, соответственно, исключится, если вы будете следить за двигателем у меня теперь сделано так все, в дальнейшем сейчас зачищаю катер, прибираю с нем это займет там буквально полчаса и катер у меня готов к отправке на открытие, я уже сказал, мы едем на Эльмия ну, а потом, в начале октября, уже попрем на раскаты всем пока если что-то интересно если есть какие-то вопросы очень рад увидеть буду это все в комментариях уровень воды, уровень воды у нас очень низкий вдруг кто-то интересуется, кто-то едет, особенно на раскаты, в раскатную часть будьте готовы, подводные охотники, будьте готовы обычные рыбаки по хищнику, что выйти в раскатную часть на, то есть, на сами лиманы на самые Эльмия, на сами частины где обычно щуки очень много где можно понырять недалеко от баз отдыха воды практически не будет там сейчас только на болтоходе, либо на вертушке и только, наверное, на надводную охоту смысла другого нет вся рыбалка будет в канале даже не дергайтесь не теряйте время зря либо нужно подводным охотникам сориентироваться на то что нужно уходить километров 30 от колок от последних колок чтобы найти более-менее глубину взять нормальные трофеи сазана морского вот, так что будьте внимательны следите за уровнем уровень, кстати, есть если набрать в поисковике Google уровень Волги у Астрахани там буквально СНТ бугорок сайт и на этом сайте прекрасное отображение информации каждый день обновляется все чинно, в графике все можно проследить на каком, сколько уровень воды и, соответственно, сориентироваться а, вот мы брали там, например, в прошлом году такой-то уровень был а в этом году, ну-ка глянем, сравним сравнивайте два графика и, соответственно, видите, на сколько сантиметров ниже вам ждать уровень воды еще хотел также сказать про переключение передач на этом катере у него передний ход, задний ход и нейтраль установлен редуктор какого-то старого очень образца весь, как мне сказали, с чугунин, но он на самом деле очень тяжелый мы его разобрали, перебрали даже из-за того, что там не было масла в течение двух-трех лет я подливал масло, но оно всегда через саленки уходило офигеть, я просто обалдел ну, у меня не было слов, в каком состоянии шестеренки если бы я тогда уже занимался блогерством я бы вам показал, что значит настоящая сталь настоящий металл то и закалки еще, наверное, послевоенной все шестеренки практически в идеальном состоянии сейчас все сальники поменяли подобрали кое-что, расточили поставили новые подшипники вот, и залили масло редуктор исключительный и он переключается мягко из-за того, что у него механизм так сделан, пружинный то есть, когда передачу включаешь он не сразу жестко ее втыкает а через пружинку подталкивает ее и включает в момент зацепления двух шестеренок вот вот такие дела всегда на связи, всем добра первый рыбоохотный 1 2 1 2 2 2 2 Продолжение следует... 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 Продолжение следует...